глава 9 квантовая гравитация успех научных теорий особенно теории тяготения ньютона привел французского ученого пьера симона лапласа в начале 19 столетия к убеждению что вселенная полностью детерминирована иначе говоря лаплас полагал что должен существовать ряд законов природы которые позволяют по крайней мере в принципе предсказать все что случится во вселенной для этого требуется всего лишь подставить в такие законы полную информацию о состоянии вселенной в некоторый произвольно выбранный момент времени это называется заданием начального состояния или граничных условий в случае граничных условий речь идет о границе в пространстве или времени граничное состояние в пространстве есть состояние вселенной у внешних ее границ если таковые имеются лаплас считал что располагая полным набором законов и зная начальные граничные условия мы сможем в точности определить состояние вселенной в любой заданный момент времени необходимость знать начальные условия по видимому интуитивно очевидно различные текущие состояния без сомнения приведут к различным состояниям в будущем необходимость знания граничных условий пространстве чуть труднее для понимания но в принципе это тоже самое уравнение лежащие в основе физических теорий могут давать весьма разнообразные решения выбор между которыми основывается на начальных или граничных условиях здесь прослеживается отдаленная аналогия с состоянием банковского счета на который поступают из которого списываются большие суммы закончите вы банкротом или богачом зависит не только от перечисляемых сумм но и от начального состояния счета если лаплас прав тогда физические законы позволят нам по известному сегодняшнему состоянию вселенной определить ее состояние в прошлом и будущем например зная положение и скорости солнца и планет мы можем при помощи законов ньютона вычислить состояние солнечной системы в любой момент прошлого или будущего примечание на самом деле даже движение планет может сколько-нибудь точно рассчитать не далее чем на 100 миллионов лет от настоящего времени хотя положение и движение планет известны с высокой точностью все же в этих данных есть погрешности чем дальше мы просчитываем движение планет тем больше становится влияние этих погрешностей в начальных данных ошибка увеличивается примерно в 10 раз за каждые 10 миллионов лет модельного времени конец примечания в случае планет детерминизм кажется совершенно очевидным в конце концов астрономы с очень высокой точностью предсказывают такие события как затмение но лаплас пошел дальше предположив что подобные законы управляют и всем остальным включая человеческое поведение но действительно ли ученые способны предвычислить все наши будущие действия число молекул в стакане воды превышает 10 в 24 степени единица с 24 нулями на практике мы не имеем ни малейшей надежды узнать состояние каждой из них еще меньше у нас шансов узнать точное состояние вселенной или даже своего собственного тела так что говоря о детерминированности вселенной мы подразумеваем что даже если наших интеллектуальных способностей недостаточно для этих вычислений наше будущее тем не менее предопределено это доктрина научного детерминизма решительно отвергалась многими из тех кто чувствовал что она нарушает свободу бога править миром по своей воле тем не менее детерминизм оставался в науке общепринятым предположением до начала 20 столетия одним из первых указаний на то что от этого принципа придется отказаться пришло от английских физиков Джона Уильяма Реллея и Джеймса Джинса вычисливших количество чернотельного излучения которое должно испускать всякое нагретое тело например звезда в главе седьмой уже упоминалось что любой материальный объект будучи нагрет испускает чернотельное излучение согласно представлениям того времени горячее тело должно было испускать электромагнитные волны одинаково на всех частотах будь это так равные энергии приходились бы на каждый цвет видимого спектра излучения на каждую частоту микроволнового излучения радиоволн рентгеновских лучей и так далее напомним что частотой волны называют число ее колебаний в секунду то есть число волн в секунду математически утверждение что горячее тело одинаково испускает волны на всех частотах означает что она излучает одно и то же количество энергии во всех диапазонах частот от 0 до 1 миллиона волн в секунду от 1 до 2 миллионов от 2 до 3 миллионов и так далее до бесконечности иначе говоря некая единица энергии излучается с волнами чья частота лежит в диапазоне от 0 до миллиона в секунду и во всех последующих интервалах тогда полная энергия излучаемая на всех частотах составит 1 плюс 1 плюс 1 и так до бесконечности и поскольку нет ограничений на возможное число волн в секунду это суммирование энергий никогда не закончится получается что полная излучаемая энергия должна быть бесконечной чтобы уйти от этого явно абсурдного вывода немецкий ученый макс планк в 1900 году предположил что видимый свет рентгеновские лучи и другие электромагнитные волны могут испускаться только некоторыми дискретными порциями которые он назвал квантами сегодня мы называем квант света фотоном чем выше частота света тем больше энергия его фотонов поэтому хотя фотоны любого данного цвета или частоты полностью идентичны фотоны различных частот согласно планку несут разное количество энергии это означает что в квантовой теории самый слабый свет любого данного цвета свет представленный одним единственным фотоном несет энергию величина которой зависит от цвета например частоты фиолетового света вдвое выше частот красного и следовательно один квант фиолетового цвета несет вдвое больше энергии чем один квант красного таким образом самая маленькая порция фиолетовой световой энергии вдвое больше самой маленькой порции красной как это решает проблему абсолютно черного тела минимальное количество электромагнитной энергии которую абсолютно черное тело может испустить на любой заданной частоте равно энергии одного фотона этой частоты на более высоких частотах энергия фотонов выше то есть на высоких частотах самое маленькое количество энергии которая может испустить абсолютно черное тело оказывается больше для Достаточно высокой частоты энергия одного кванта превышает всю энергию тела. На такой частоте свет не испускается, что кладет предел сумме, которая прежде считалась бесконечной. Таким образом, по теории Планка, интенсивность излучения на высоких частотах должна снижаться. В результате уровень энергетических потерь тела становится конечной величиной, что и решает проблему абсолютно черного тела. Квантовая гипотеза очень хорошо объяснила наблюдаемую интенсивность излучения горячих тел. Но ее последствия для детерминизма не осознавались до 1926 года, когда другой немецкий ученый, Верни Гейзенберг, сформулировал знаменитый принцип неопределенности. Принцип неопределенности говорит нам, что вопреки убеждениям Лапласа, природа ограничивает нашу способность предсказывать будущее на основе физических законов. Дело в том, что для предсказания будущего положения и скорости частицы мы должны иметь возможность измерить ее начальное состояние, то есть ее текущее положение и скорость, причем измерить точно. Для этого, по всей видимости, следует подвергнуть частицу воздействию света. Некоторые из световых волн будут рассеяны частицей и укажут обнаружившему их наблюдателю положение частицы. Однако использование световых волн данной длины накладывает ограничение на точность, с которой определяется положение частицы. Точность эта лимитируется расстоянием между гребнями волны. Таким образом, желая как можно точнее измерить положение частицы, вы должны использовать световые волны короткой длины, а значит, высокой частоты. Однако, в соответствии с квантовой гипотезой Планка, нельзя оперировать произвольно малым количеством света. Вам придется задействовать по меньшей мере один квант, энергия которого с увеличением частоты становится больше. Итак, чем точнее вы стремитесь измерить положение частицы, тем выше должна быть энергия кванта света, который вы в нее направляете. Согласно квантовой теории, даже один квант света нарушит движение частицы, непредсказуемым образом изменив ее скорость. И чем выше энергия кванта света, тем больше вероятное возмущение. Стараясь повысить точность измерения положения, вы воспользуетесь квантом более высокой энергии, и скорость частицы претерпит значительные изменения. Чем точнее вы пытаетесь измерить положение частицы, тем менее точно вы можете измерить ее скорость и наоборот. Гейзенберг показал, что неопределенность положения частицы, помноженная на неопределенность ее скорости и на массу частицы, не может быть меньше некоторой постоянной величины. Значит, уменьшив, например, вдвое неопределенность положения частицы, вы должны удвоить неопределенность ее скорости и наоборот. Природа навсегда ограничила нас условиями этой сделки. Насколько плохи данные условия? Это зависит от упомянутой, так называемой, некоторой постоянной величины. Ее называют постоянной планка, и она ничтожно мала. Ввиду малости постоянной планка, последствия описанной сделки и квантовой теории в целом, подобные эффектам теории относительности, незаметны в повседневной жизни. Хотя квантовая теория и влияет на нашу жизнь, будучи основной, в частности, современной электроникой. Например, определив скорость теннисного шарика массой 1 грамм с точностью до 1 сантиметра в секунду, мы можем установить его положение с точностью, намного превосходящей любые практические потребности. Но если измерить положение электрона с точностью примерно до размеров атома, то невозможно определить его скорость погрешностью меньше, чем плюс-минус тысячи километров в секунду, что никак не назовешь точным измерением. Предел, установленный принципом неопределенности, не зависит ни от способа, которым измеряется положение или скорость, ни от типа частицы. Принцип неопределенности Гейзенберга отражает фундаментальное, не допускающее исключений свойства природы, приводящее к глубоким изменениям в наших взглядах на устройство мира. Даже по прошествии семидесяти с лишним лет многие философы не до конца понимают эти изменения, которые все еще остаются предметом значительных разногласий. Принцип неопределенности ознаменовал конец лапласовской мечты о научной теории, модели Вселенной, которая будет полностью детерминистической. Невозможно точно предсказать будущие события, если невозможно точно определить даже современное состояние Вселенной. Мы пока еще можем допустить, что существует некий набор законов, полностью предопределяющий события для некоторого сверхъестественного существа, которое, в отличие от нас, способно наблюдать существующее состояние Вселенной, не нарушая его. Однако такие модели Вселенной не представляют большого интереса для нас, обычных смертных. Представляется разумным использовать так называемый принцип бритвы Оккама и отсечь все элементы теории, которые не имеют наблюдаемых проявлений. Этот подход в 1920-х годах привел Гейзенберга, Эрвина Шрёдингера и Поля Дирака к замене ньютоновской механики новой теорией, квантовой механикой, основанной на принципе неопределенности. В этой теории частицы не обладают по отдельности точно определенными положениями и скоростями. Вместо этого они обладают квантовыми состояниями, комбинациями положений и скоростей, которые известны лишь в границах, допускаемых принципом неопределенности. Одна из революционных особенностей квантовой механики состоит в том, что эта теория не предсказывает единственного определенного результата наблюдения. Она предлагает множество возможных результатов и говорит, насколько вероятен каждый из них. Иными словами, если проделать одинаковое измерение с большим числом однотипных систем, находящихся в одинаковом исходном состоянии, то в некотором числе случаев измерения дадут результат А, еще в каком-то числе случаев результат Б и так далее. Можно приблизительно предсказать, сколько раз выпадет результат А или Б, но нельзя предсказать определенный результат одного конкретного измерения. Вообразите, например, что метаете дротики, играя в дартс. Согласно классическим, старым, не квантовым теориям, дротик либо попадет в яблочко, либо нет. Зная скорость дротика в момент броска, силу тяжести и тому подобное, вы можете вычислить, попадет ли он в мишень. Однако квантовая теория говорит, что это не так. Невозможно сделать такое предсказание наверняка. В соответствии с квантовой теорией, есть некоторая вероятность того, что дротик угодит в яблочко, и отличная от нуля вероятность, что он вонзится в любой другой участок доски. Имея дело с такими крупными объектами, как в игре в дартс, вы можете быть уверены в прогнозе, если классическая теория, в данном случае механика Ньютона, предсказывает попадание дротика в мишень. По крайней мере, шансы, что этого не случится, согласно квантовой теории, настолько малы, что, продолжая метать дротики тем же манером до конца жизни Вселенной, вы, вероятно, никогда не промазали бы. Но в масштабах атома все обстоит по-другому. Вероятность поражения центра мишени дротиком, состоящим из одного атома, равнялась бы 90%, шанс, что он вонзится в другой участок доски, составил бы 5%, и еще 5% пришлось бы на попадание мимо доски. Вы не можете сказать заранее, что именно произойдет. Все, что вы можете, это утверждать, что при многократном повторении эксперимента в среднем 90 раз из 100 дротик угодит в яблочко. Квантовая механика внесла неизбежный элемент непредсказуемости или случайности в науку. Эйнштейн настойчиво возражал против этого, несмотря на важную роль, которую он сам сыграл в развитии отрицаемых им идей. В действительности Эйнштейн получил Нобелевскую премию именно за вклад в создание квантовой теории. Однако он никогда не принял того, что Вселенная управляет случаем. Его чувства образно выражены в знаменитой фразе «Бог не играет в кости». Качество научной теории, как мы уже говорили, определяется ее способностью предсказывать результаты эксперимента. Квантовая теория ограничивает эту нашу способность. Не ограничивает ли квантовая теория возможности науки? Когда наука развивается, то пути ее движения должны диктоваться самой природой. В данном случае природа требует, чтобы мы пересмотрели то, что подразумеваем под предсказанием. Мы не способны точно предсказать результат эксперимента, но можем многократно повторить эксперимент и подтвердить, что различные его исходы отмечаются с вероятностями, предсказанными квантовой теорией. Таким образом, принцип неопределенности не заставляет отказываться от веры в то, что миром управляют физические законы. На деле большинство ученых, в конце концов, приняли квантовую механику именно потому, что она великолепно согласуется с экспериментом. Одно из наиболее важных следствий принципа неопределенности Гейзенберга заключается в том, что в некоторых отношениях частицы ведут себя подобно волнам. Как вы уже знаете, они не имеют определенного положения, но размазаны по пространству в соответствии с некоторым распределением вероятности. Точно так же, хотя свет представляет собой волны, в некоторых отношениях он ведет себя так, будто состоит из частиц. Свет может испускаться или поглощаться только определенными порциями, квантами. Фактически, квантовая механика основана на совершенно новом математическом аппарате, который не описывает реальный мир ни в терминах частиц, ни в терминах волн. Для некоторых целей удобно рассматривать частицы как волны, для других воспринимать волны как частицы. Но подобный подход не более чем условность, принятая для нашего удобства. Это то, что физики называют корпускулярно-волновым дуализмом квантовой механики. Важное следствие волнового квантово-механического поведения – возможность наблюдать интерференцию между двумя наборами частиц. Об интерференции принято думать как о явлении волновой природы. При столкновении волн гребни одного их набора могут совпадать со впадинами другого набора. В этом случае говорят, что волны находятся в противофазе. Когда такое случается, два набора волн подавляют друг друга. Они образуют более сильную волну, как можно было бы ожидать. Самый знакомый всем пример интерференции света – радужная окраска мыльных пузырей. Она вызвана отражением света от внешней и внутренней поверхностей тонкой водяной стенки пузыря. Белый свет состоит из световых волн различной длины, а значит разного цвета. Гребни волн определенной длины, отраженные от одной стороны водяной стенки, совпадают со впадинами волн, отраженных от другой стороны. Цвета, соответствующие этим длинам волн, отсутствуют в отраженном свете, который поэтому кажется окрашенным. Но квантовая теория говорит, что благодаря корпускулярно-волновому дуализму интерференция может наблюдаться и у частиц. Самый известный пример – так называемый эксперимент с двумя щелями. Представьте себе перегородку, тонкую стенку, в которой имеются две узкие параллельные прорези. Прежде чем рассматривать, что случается при прохождении частиц через эти прорези, исследуем, что произойдет, когда на них падает свет. По одну сторону от преграды разместим световой источник строго определенного цвета. То есть с фиксированной длиной волны. Большая часть испущенного света попадает на перегородку, но некоторое количество пройдет через щели. Теперь допустим, что по другую сторону загородки установлен экран. Рассмотрим любую точку на этом экране. Ее достигнут волны, проникшие через обе прорези. Однако, в общем случае, свет, прошедший через одну щель, на пути от источника к нашей точке, покроет иное расстояние, нежели свет, прошедший через другую щель. Из-за этого различия расстояний, волны, пришедшие к точке от двух разных щелей, не совпадут по фазе. В некоторых местах впадины одной волны совпадут с гребнями другой, и эти волны погасят друг друга. В других гребни совпадут с гребнями, а впадины совпадинами, и волны взаимно усилятся. Но в большинстве точек будет наблюдаться некое промежуточное состояние. Результат? Характерное чередование светлых и темных полос. Замечательный факт состоит в том, что та же самая картина отмечается, если источник света заменить источником, испускающим частицы. Например, электроны, обладающие одинаковой скоростью, а значит, соответствующие волны материи имеют одинаковую длину. Предположим, что вы бомбардируете электронами стенку с одной щелью. Большинство электронов будет остановлено стеной, но некоторые пройдут сквозь щель и доберутся до экрана, расположенного с другой стороны. Поэтому напрашивается вывод, что открытие в перегородке второй щели лишь увеличит число... Субтитры создавал DimaTorzok